В январе 2024 года на портале государственных закупок появился аукцион по поиску подрядчика для строительства индустриального парка «Стройпром». Цена вопроса 2 миллиарда 470 миллионов 328 тысяч рублей. Заказчиком выступает корпорация развития Забайкальского края. Именно та, что купила внедорожник за 13 миллионов и что-то где-то развивает. Как заявил руководитель корпорации Антон Тутов, цель проекта – возведение промышленного городка, который в автономном режиме будет обеспечивать сам себя. Там планируются административно-бытовые здания, гостиницы, зоны отдыха, деловая зона, промышленные и складские помещения. По сообщениям пресс-службы корпорации, на объекте будут производить панели для многоквартирных домов, сухие строительные смеси, воздуховоды, газобетонные блоки, деревянные плиты и другое. То есть строительные материалы. Целью проекта Тутов называет именно строительство городка, а не налаживание собственного производства. Подведение инфраструктуры, техническое присоединение, масштабное строительство десятков зданий. Срок завершения работ по объекту – 1 декабря 2024 года. Это через 10 месяцев. Между тем, в феврале этого года Министерство финансов Забайкальского края отчиталось о деятельности за предыдущий год. Публично высекли сразу три министерства – ЖКХ экономического развития и сельского хозяйства. Мол, деньги им дают, но ведомства их не пускают в работу, а оставляют лежать мертвым грузом. Руководители министерств не планируют, не исполняют и не ставят приоритеты развития своих отраслей. На этом же отчете под раздачу попала и корпорация развития. Собственно говоря, из-за этого же парка. Промпарк «Стройпром» – инвестиционный проект. Мы отдали практически полтора миллиарда. По всем нашим соглашениям с Минфином он уже должен работать в этом году. И мы должны пройти процедуру списания доходов в части погашения долгов Забайкальского края. В итоге деньги лежат на счете у корпорации. Объект не запущен, то есть мы уже потеряли в 2024 году возможность списать деньги перед Федерацией. Минфин не возвращается по предыдущим годам. То есть мы деньги потеряли два раза. Мы дали в виде господдержки, ничего не получили. И мы не получили списания с федерального бюджета. То есть доходы, которые должен приносить этот промышленный парк, планируют направлять на погашение долгов региона перед Федеральным центром. Однако строительство объекта не идет. Регион несет только расходы и больше примерно ничего. Коллеги, миллиард девятьсот. Но вот это я считаю вообще недопустимо. То есть это не бюджетная сеть. Это ресурсы, которые должны приносить доходы. Они у нас пока только, скажем так, составляют расходы и не рубля доходов. Как обычно сели в лужу, но все-таки время идет и уже, мягко говоря, поджимает. Как мы уже говорили, конкурс по поиску компании, которая построит это чудо, был размещен на госзакупках. И кто же все-таки решил ввязаться в это строительство? Давайте посмотрим. Заходим на страницу аукциона и открываем раздел «Результат определения поставщика», сформированный на основании размещенных протоколов. Здесь же находим протокол подведения итогов и что мы видим. Исходя из пунктов 6,7 протокола подведения итогов, на момент окончания срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки. Определение поставщика признается несостоявшимся. Что-то как-то ничего не получается. Кроме того, напомним, что корпорации развития отдали концессионные соглашения на строительство школ и детских садов в Забайкальском крае, с которыми не справлялись господин Неверов и его суперкомпания. А вот как справиться с новым заданием корпорация? Это уже совсем другая история. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ой, пожалуйста, ну и не нужно, ну и очень-то мне нужно. Подумаешь, и вот вам.